В Мурманске у мемориала с защитником Советского Заполяря состоялся митинг. 72 года назад красноармейцы и моряки Северного флота освободили Кольскую землю от немецких захватчиков. Все это стало возможным благодаря подвигу людей, участвовавших в одном из самых известных сражений Великой Отечественной войны Пицамо-Киркенесской операции. Ветеранов, участвовавших в освободительной Пицамо-Киркенесской операции, почти не осталось. Спросить, как на самом деле начиналось наступление, задача не посильная. Но точно известно, что погода в октябре 44-го была заметно хуже, чем сегодня. Уже лежал снег и авиация, которая должна была прикрывать пехоту из-за плотного тумана, нельзя было подниматься в воздух. Мы не устаем удивляться, из чего же были сделаны эти люди. Три года держать линию фронта, работать на благо Родины под бесконечными бомбежками, одолеть не только врага, но и голод, холод, страх и отчаяние. Сегодня все чаще среди участников памятных митингов, а с момента освобождения Заполярия прошло 72 года, встречаются дети войны, заставшие горестные события в совсем юном возрасте. Но именно на их плечи легли испытания по восстановлению города, масштабные стройки и грандиозные промышленные проекты. Перед вечным огнем рядом с Мурманским Алешей у многих пожилых людей невольно на глазах выступают слезы. Вот наш совет. Мы все приходим сюда для того, чтобы почтить память. Каждый год приходим, чтобы почтить память. В Пицамо-Киркенесской операции принимала участие 14-я армия и силы Северного флота. Солдаты должны были сформировать классический котел и гнать немцев до Киркенеса. При отступлении войска вермахта потеряли около 30 тысяч солдат и офицеров. При этом армия противника удирала от красноармейцев со скоростью 40 километров в день. Подрывая за собой мосты и минируя дороги. В кратчайшие сроки наши войска разгромили немецко-фашистскую группировку здесь, в Заполярье. В декабре 44-го Верховный Совет учредил медаль за оборону советского Заполярья. Награду получили все, кто воевал на Кольской земле в период 41-го года. Более 350 тысяч человек. Но и сегодня их подвиг не забыт. В основном благодаря стараниям обычных учителей истории. Помним, гордимся, благодарим. На плакате, который держат школьники, не пустые слова. Помнить нужно о подвиге наших праздников, всех, кто был на войне, всех, кто отдал жизни за то, чтобы мы сейчас жили. Нужно гордиться этим. Это, во-первых, что мы одержали победу. Вот, ну, и совершать такие же подвиги, быть готовыми. Завершился торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье минутой молчания. После этого моряки Северного флота возложили венки к подножию мемориала, а площадку рядом с вечным огнем участники покрыли ковром из красных гвоздик.